Приветствую, друзья. Я Виталий Портников. Свадьбы родственников главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Грузии не состоится. Президент Грузии Саламезу Робешвили сообщила, что ей удалось связаться, хоть и не сразу, с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гамелаури, и он заверил ее, что находящаяся под санкциями дочь министра иностранных дел России Екатерина Винокурова и другие родственники Лаврова вынуждены были выехать из Грузии и не будут праздновать здесь свадьбу. Ранее у отеля, в котором якобы остановилась дочь путинского Риббентропа, произошли столкновения между протестующими, которые были возмущены в связи с появлением дочери российского министра иностранных дел в Грузии, и полицейскими, которые пытались сохранить порядок возле отеля, вместо того, чтобы содействовать выдворению Екатерины Винокуровой из Грузии. Очевидно, что российское политическое руководство буквально издевается над жителями соседней страны, пытаясь изо всех сил спровоцировать нестабильность в Грузии, продемонстрировать грузинам стремление правительства этой страны к установлению неких особых отношений с Российской Федерацией, и это при том, что дипломатических отношений между Грузией и Россией нет со времен нападения России на эту страну в 2008 году, и никто в Тбилиси никогда не собирался их восстанавливать. Впрочем, отсутствие дипломатических отношений не мешало решению ввести безвизовый режим для граждан Российской Федерации, принятому еще бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Поощрению прямого авиасообщения между Россией и Грузией, что, по мнению предыдущих и нынешних грузинских руководителей, содействовало развитию экономики этой страны. И, по большому счету, эти решения и содействовали созданию некой аморальной атмосферы в грузинской политике, которую теперь активно поддерживает и стимулирует правящая партия «Грузинская мечта». Ну, а российский президент Владимир Путин, как искушенный и наглый провокатор, понимает, как использовать эту страсть грузинского руководства и части грузинского общества к аморальной наживе, к взгляду на российских туристов, как на ходячие кошельки, которые могут принести прибыль грузинской экономики, несмотря на то, что они могут реально зарабатывать деньги, которые так или иначе получены от соучастия в действиях, которые и привели к войне России против Украины, и к тому, что эта война продолжается. Ведь мы прекрасно понимаем, что российская экономика функционирует и во многом платит деньги гражданам Российской Федерации именно потому, что сейчас эта экономика заточена на войну и на противостояние с цивилизованным миром. Но, кажется, этот аспект не сильно интересует руководство Грузии. Даже голос президента Саламезу Рабишвили теперь остается голосом вопиющики в пустыне. Правительство Грузии упрямо игнорирует и предупреждение своего президента, и протесты граждан, и предупреждение Запада, что подобная безответственная и аморальная политика правительства Грузии может привести к краху европейской перспективы для этой страны. А утверждать, что Грузия при этом может каким-то образом договориться с Россией, оккупирующей часть ее территории и рассматривающей вопрос поглощения самого грузинского государства и окончание его существования на политической карте мира может только политически безумиться. И мне кажется, что и уроки грузинской войны 2008 года, и уроки конфликта между Россией и Украиной, который перерос в полномасштабную войну в феврале 2022 года, должны были бы убедить все советские республики, что никаких договоренностей с Россией быть не может, что в Москве искренне уверены, что рано или поздно государственность всех бывших советских республик будет ликвидирована, а их территории вновь инкорпорированы в состав так называемой исторической России. Так нет же. Жажда денег затмевает разум. И, разумеется, россияне знают, как это использовать. Отмена визового режима для граждан Грузии как бы в поощрение за то, что эта страна не присоединилась с санкциям цивилизованного мира против Российской Федерации. Пожалуйста, Владимир Путин готов подписать этот указ. Возобновление прямого авиасообщения с Грузией, хотя в свое время Путин покарал грузин за то, что они вышли на массовые протесты в связи с наглым поведением российского депутата Сергея Гаврилова, вскарабкавшегося в кресло спикера грузинского парламента во время одной из совершенно ненужных Грузии международных конференций, которая проходила тогда в Тбилиси. Пожалуйста, можно и возобновление прямого авиасообщения, если только это поможет дестабилизации ситуации на Кавказе. Ну и поскольку такого сильного резонанса пока нет, в Грузию послали дочь министра иностранных дел Российской Федерации. Хорошо еще, что не самого Сергея Лаврова, хотя я думаю, что подобные провокации еще впереди. Прямым авиасообщением с соседней страной будет пытаться воспользоваться самые одиозные, самые отвратительные, самые мерзкие, самые подлые, самые наглые представители российского политического режима и пропаганды. Дочь Лаврова – это только цветочка, это только начало. Весь ее смысл в том, что она с одной стороны находится под санкциями цивилизованного мира, а с другой стороны просто родственница, которая сама по себе не вызывает никакого раздражения и эмоций у людей. Вызывает раздражение и эмоции то, что она дочь Риббентропа, нового российского рейха, и то, что она находится под санкциями Запада. А потом поедут люди, которые сами по себе будут вызывать бешенство у огромного количества грузин. И они тоже будут пытаться танцевать в непотребном виде на улицах Батуми, пытаться устраивать свои грязные свадьбы, праздновать свои никому не нужные дни рождения, которые им стоило бы праздновать исключительно в тюремных камерах. И все это именно ради того, чтобы в Грузии начались столкновения между теми, кто не хочет попрания национальной чести страны, и теми, кто готов эту национальную честь продать за российские рубли. Владимир Путин точно знает, что он делает. Примерно таким же образом он пытался дестабилизировать ситуацию в Украине. Вспомним ситуацию в этой стране перед 2019 годом. Сколько грязи выливалось тогда со всех экранов, контролируемых украинскими олигархами особого разлива телевизионных каналов на украинских патриотов. Как мозги украинцев буквально заплывали лживой пропагандой о том, что эта украинская власть хочет войны с Россией. И стоит ее сменить, как война сразу же окончится, и будет достигнуто сердечное взаимопонимание с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и другими военными преступниками. Украинцы дорого заплатили и сейчас вот в эти минуты платят за эти страшные, трагические политические заблуждения. Страна разрушена российскими бомбардировками. Российские солдаты убивали, насиловали и грабили в украинских городах. А все это потому, что четкого понимания опасности в украинском обществе так и не вызрело. И если по этой же страшной дороге пойдет общество Грузии, мы сможем четко констатировать, что подобные же события, которые заставят грузин забыть о 2008 году, впереди и у грузинского народа. Нельзя уподобляться обществом, недооценивающим опасность тогда, когда мы знаем, каким страшным последствиям приводит эта недооценка. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в Патреоне, который помогает нам развивать эти проекты, на канал BuyMeACoffee. Пользуйтесь функцией спонсорства в самом YouTube. Мирово.